Привет, меня зовут Лера, и я сделала свою вторую фотокнигу. Называется она Countryside Living, как вы уже знаете, потому что вы подписаны на мой инстаграм, вы смотрите мои видео. Я влюблена в эту фотокнигу, и сегодня я расскажу, как я её делала. Это было очень интересно и быстро. Ну, быстро относительно, потому что два с половиной месяца я делала фотографии именно к этой книге. И, наверное, это можно учесть во срок создания, потому что это материал, с которым я работала на самом деле очень быстро. А это нуар, моя первая фотокнига. И на этом канале уже есть процесс создания этой фотокниги. Как я узнала вообще о таком варианте представления фотографий, как фотозин. Там всё рассказывается, вообще, как это всё делать. Кстати, я обожаю вот эту фотографию. Сегодня я расскажу именно про то, как я делала Countryside Living, как пришло это вообще название, какие были этапы, что я вообще делала. Погнали! Название Countryside Living пришло как-то само собой. Я всё лето загружала фотографии на 500 пикс, и все фотографии из этой серии я подписывала одинаково. Countryside Living, то есть дачная жизнь, жизнь за городом, сельская жизнь, как хотите. Правда, все вот эти фотографии, они отражают русский быт, и я вообще просто в восторге от этих фотографий, потому что, в принципе, я в восторге от этого лета, и я каждый день старалась фотографировать. Я просто вообще обалдеваю с того, сколько я вижу в плане... Грубо говоря, я была на одной локации, на даче, вокруг меня деревья, дома и как бы поле, всё. И облака. Облака — это важно. Постоянно разная погода, разное освещение, разное время суток. Я вот это всё, это я пробовала. То есть разные объективы, разные настройки на фотоаппарате. Я пыталась выезжать в какие-то другие локации, которые рядом с дачей находятся. Это просто вообще полный эксперимент. Я пыталась выйти из чёрно-белой фотографии. Для меня это типа вау, что? Работой с цветом... Мне очень сложно определиться, в каком стиле обрабатывать именно в цвете, потому что мне нравится всё. И я такая, блин, это классно, и это... А вот это по-другому отражает. А вот этот ещё какой-то стиль даёт, настроение. Я такая, да, блин, как определиться чёрно-белое? Всё, отстаньте, и так красиво. И этот величайший эксперимент очень меня сильно прокачал. И я на самом деле вообще в шоке. Мне кажется, если бы я не занималась фотографией, я бы сидела дома и залипала бы в ТикТоке, и всё. А фотография тебе даёт возможность выйти из дома, и она тебя заставляет смотреть, потому что мы много всего не замечаем. Вы просто не представляете, как много всего мы, правда, не замечаем. Просто попробуйте, когда вы идёте на учёбу, на работу, одним и тем же путём, попробуйте заметить что-то новое. Или, допустим, сегодня я иду, и буду замечать круглые вещи, там, знак, люк, ещё что-то. Потом в следующий раз вы будете, я буду замечать красные вещи. Столько красных вещей, оказывается, на самом деле, вообще рядом. А, обалдеть! Вот. И такое было немножко вступление про именно материал, который вот здесь вот находится. Что я вообще хотела сделать изначально? Я уже рассказывала в видео, где я распаковывала эту фотокнигу. Я хотела сделать, смотрите как. Вы открываете фотокнигу, и здесь типа вот, как здесь, допустим, вот нормальная фотография, да, то есть необработанная. Это вот сразу на автопарате снято, я не обрабатывала. Вот так вот. А здесь, на этой стороне, какой-то калаш. Ну, типа вот этого. Что-то такое странное, непонятное, неправильное вроде бы. Правильнее же сделать просто, как бы, треугольнички там. Какие прямоугольнички? Я такая думала, ой, ну вот, типа, моё нормальное какое-то состояние, нормальное такое спокойное видение. А здесь мой вот характер, ну и как-то так интересно, по-творчески получается. А потом я такая думаю, так, стоп, у меня очень много фотографий, если я буду целую страницу снимать только одной фотографии, мне не хватит вообще ничего. Я такая, значит, делаем всё коллажом. Короче, как-то перемещаем фотографии, совмещаем, работаем. И я решила сначала, я делаю эту распечатку и думаю, так, ready to edit. Так, зелёные это всё, ну, они готовы, как бы, их не нужно ничего там обрезать, обрывать и всё такое. Можно так и использовать. А вот эти, типа, там надо вместе соединить. Это тоже как-то там вообще придумать. И я такая смотрю на это и такая думаю, ладно. А потом я решаю распечатать эти фотографии на своём принтере в таком вот размере. И я разложила вот эти все фотографии и обалдела, как их много. А я знала, что мне надо не очень-то много страниц. И я такая, ладно, надо совмещать. Я, конечно, тот ещё creative person. Вот эта фотография в готовом варианте. И вот на моём макете, так скажем. И вы, как очень умные, образованные, насмотренные люди, потому что меня смотрят только такие, заметите, вот это. Я таким приёмом уже пользовалась в Нуаре. Я молодец. И это первое, это буквально первое, что я сделала. Можно было расположить так, но это скучно. Можно вот так. Можно вот так, как оно и есть. Вуаля. Art creative person. Я это всё сделала. Меньше, чем сзади. Здесь у меня получилось довольно просто, потому что иногда такие вот странные комбинации фотографий нужно как-то уравновешивать и совмещать с нормальными комбинациями, которые, в принципе, очень-то привычны глазу. То есть здесь довольно обычное. То есть раз, два, три, четыре, всё. А здесь что-то непонятное. И человек, чтобы он не был в полном ужасе, что здесь происходит, он должен как-то уравновешиваться. И, например, вот это, да, здесь раз, два, три, четыре, нормально. Раз, два, три. Разорвали. Что? Почему? Ну, короче, повышаем и снижаем тревожность, если можно так сказать, вообще. То есть у меня, правда, очень много смыслов в этих фотографиях. Это не просто фото-журнал. Типа картинки совместила. Нет. У меня всегда много, что за этим стоит. Далее. Вы понимаете? Вы просто посмотрите. Провод идёт вот так. А это вот так. Гениальность. Ну, здесь я не все вырезала прям ровно фотографии. Потому что мне хотелось что-то вот такое вот делать, знаете? Ну, что-то такое. И на самом деле вот здесь вот тень идёт от этого столба. Ну, либо от этих столбов. Типа серии столбов. Они связаны не проводами, короче. А это одно и то же просто. Вот это такое томное очень непонятное что-то. И это было снято в последний тёплый день лета. Лето закончилось, всё грусть. Ну, и как бы цветной вариант тоже, потому что он красивый. И есть, правда, красивые яблоки. Ну, некоторые реально просто делаются для красоты. О, я обожаю эти фотографии. Это мои вот... Вот это самое любимое. Это я тоже просто безумно обожаю. Потому что это было сделано в лесу. И мы шли к месту, где лежит колесо от самолёта. Или вертолёт. Самолёт, по-моему. Короче, очень круто. И здесь видны вот эти вот линии. Ну, и здесь, собственно, берёзы эти линии. То есть эти фотографии перекликаются. Вот. Это я просто обожаю. История этой фотографии, где кресло. Мы поехали на плотину с моим другом. И мы просто решили обойти этот пруд, эту плотину. Мы идём, идём. Мы просто видим слева, среди деревьев стоит кресло. Многие. В смысле. Мой друг начал подходить к этому креслу. Уже близко подошёл. И он как рванул. Потому что оттуда осы или пчёлы вылетают. И я такая стою. Фотографирую. Мой друг кричит. Лера, Лера, отойди оттуда. Там типа вот эти вот. Я такая, да я нормальная на дистанции. У меня потому что объектив 50 миллиметров. Мне надо отойти за километр, чтобы сфоткать. Вот так вот. И, собственно, мы потом оттуда уехали. И всё. Да кто-то же притащил туда вот это вот кресло. Кто? Вот зачем? Столько вопросов, так мало ответов. Это ещё одна моя любимая серия. Я вот эти фотографии просто всей душой обожаю. Это так красиво. Это вот почти Калифорния. А это, это просто Россия. Вы посмотрите на эту перекошенную остановку. На этот перекошенный столб. Ну, вот просто как? Это вот чисто Россия. Это вот, ну, просто обожаю. Это такая будто плёнка. То есть вы видите, фотографии довольно-таки неконтрастные распечатаны. Смирно, потому что я думаю, что так черновики будут. И я потом такая, типа, просто на компьютере их соединил и всё. Но нет, я сделала по-другому. И вы поймёте, почему они здесь такие контрастные, такие чёрные. Вот это тоже обожаю. Это сделано в лесу, а это сделано рядом с дачей. Это маленький такой, ну, как сарайчик, не знаю. Там ещё коровы обитают. И такое вот место работы. Так красиво не покупаю. Я ещё задёшево продаю. Я знаю, правда. Он стоит намного больше. Но здесь, я думаю, всё очевидно, что вот это перекликается вот с этим. Это уходит вот сюда. И вот эти вот связи, вот эти вот линии, они вот с этим чётко прям вот так вот переходят. То есть вот так идёт линия, она чётко переходит в эту линию. И это я разорвала, потому что, иначе, это просто была бы скучная фотография, но это небо было безумно красивое. Эти облака вы не представляете. Ну и, собственно, вот, когда связь, там связь тоже. Видите, очень много всё перекликается, и не просто так. Боже мой, я обожаю. Я всё обожаю. Смотрите, дорога ведёт к велосипеду. Велосипед — это ехать. Ну, собственно, колёса и вот эти вот по композиции просто идеально сделаны. Расставленные предметы. Ну и, собственно, островок, и опять же, здесь дорога. Чаевые приветствуются к покупке журнала. Это самая, знаете, такая неформальная страница. Я, когда смотрела на этот снимок, я всегда думала, что это в форме сердца, и это надо просто разорвать и сделать в форме сердца. Хотя буква «Р». Вот это — это две фотографии облаков. Они тоже были бы довольно скучными, если просто облако и облако. И я вот чередовала. Итак, если смотреть на чёрное, вы увидите облако. Если смотреть на цветё, вы тоже увидите цельное облако. Вот это, боже мой! Короче, смотрите, рассказываю. Вот это и это, и это. Это один пруд. Точнее, нет, это вот один пруд, а этот пруд рядом. И в этом пруду, как видите, белые вот эти лебеди. Здесь плавают чёрные. И вот это, это посреди пруда вот эта бутылка торчит. Я объясняю, как я не знаю, кто сейчас. Ну, слушайте. Вот эта бутылка, она наклонена. И вот эти цветы наклонены. Бум! Просто обалдеть! Ну, видите, как бы под водой, и здесь просто красиво. Ну, и как бы тоже какое-то растение и цветы. Всё! Слушайте, если бы я так диплом защищала, я бы вообще... Ну, хотя я и так хорошо защитила, ладно. А вот это... Это гармония. Вот я вот смотрю на это по цветам гармония. Хоть это абсолютно разные фотографии, разные истории, но вот просто ты смотришь, это гармония. Идеально всё. Это моя самая лучшая фотография прудов, когда я вот лимоль делала. И она очень... Мне помогла, по-моему, на Pixels или на Unsplash. И после неё попёрли просмотры, потому что и скачивание на Pixels, и, по-моему... Да и на Unsplash тоже. И это просто идеально. Вот здесь не видно, но здесь есть поплавок вот такого цвета. Детали. Детали здесь не видно тоже, но здесь месяц. Это просто был безумно красивый закат после вот этого события. А это событие... Там такие чёрные тучи были, вы не представляете. Чёрные, синие, жёлтые, зелёные. Вообще, это было странно. Очень. И потом был очень красивый закат. А вот это просто сочетается вот с этим хорошо. И в тот день мы тоже ездили на пруд. Потому что, если вы не знаете историю вот этих фотографий, то они тоже связаны пруду. И там тоже пруд. Я просто обожаю эту корову. Там, оказывается, их было две. Идём далее. Осталось немножко. Да, скоро закончится это великолепие. Я просто обалдеваю. Обалдеваю я с того, что я могла поступить по другой схеме. Я могла сделать перекрёстное вот такое расположение. Но нет, я такая... Не хочу, сделаю, как не по правилам. Типа, вот так и вот так. Это ещё всё отзеркаливается, кстати. Я не могу. Вот это сделано с одного пруда. Это уже другой. Но эта трава, я просто... Я с неё балдею. Она, конечно, очень царапает, аккуратнее. Но она так красиво выглядит. И мне так нравится, что здесь она более тёмная, а здесь она светлая. И вот эта фотография, это будто на чёрно-белую плёнку сделано. Прямо как будто советская фотография. Вот это, типа, знаете, это так красиво. Такие, типа, детали. А здесь вот... Посмотрите, здесь диван. Здесь диван. Я вообще не могу. Это так круто. Рассказывай дальше. Понимаете, да? Эти фотографии мне очень нравятся, но они довольно скучные. Я такая... Сделаем интересную композицию. Расположим как-нибудь, чтобы это было интересно. И здесь траву фотографировать со вспышкой, это просто вау. Если вы так никогда не делаете, попробуйте. Деревья в ночи со вспышкой. Это вообще особенность цветной вспышки. Ребята, отвал всего. Короче, это тоже вот домик вот этой вот, там, где коровы живут. То же самое сено. Это связано с коровой вот с этой. Вот. А вот это связано вот с этим. Ну, вот так вот, короче. А здесь просто... Они очень идеально подошли по цветам. Вау. Короче, идём дальше. Деревья со вспышкой вечером. Вау. Вообще всё со вспышкой. Это очень круто. Посмотрите. Вот эта скамейка меня поражает. Просто это вот... Это гениально. Это тот же пруд. Не буду показывать. Короче, там, где рыбак стоит. Вот эта чёрная дыра после костра, она меня вообще завораживает. Будто вот туда можно провалиться куда-то. И вот этот вот момент, и он перекликается вот с этим, вот. А вот после этого был тогда великолепный закат. И вот эти вот облака непонятные. Вот это вот, и вот это всё из одного дня, вечера даже. Вот эта серия фотографий, я такой просто специалист. Я такой мастер. Потому что вот эта фотография, и вот это, и вот это, вот это, они сняты на велосипеде. Я ехала на велосипеде и снимала одной рукой. Настраивая фокус, выдержку, диафрагму, вообще-вообще всё. Я фотографировала одной рукой, и получилось вот это. Вы ещё думаете, что я не фотограф, не специалист? Короче, я очень... Я влюблена в эти фотографии, потому что мне всегда хотелось сделать фотографии такого плана, какие-то там здания, типа линии, архитектура. И вот я сделала это две разных фотографии. То есть я поехала на велике, сфотографировала вот это, проехала дальше, и попалась уже вот так вот, такая картина. И посмотрите, я сделала гармошку. То есть будто самое интересное, что я расположила эти фотографии, я расположила это на сгибе. Вы понимаете? Леги. Последнее. Смотрите, вот здесь вот, вот здесь вот столб, где антенна, он идёт чётко в дерево. Мои супергерои. Я вообще обожаю вот этот снимок, он будто... Это будто картина вот мышки... Мышки. Мишки в лесу. Вот просто. Утро в лесу. Утро в сосновом бару. Утро в сосновом лесу. Шишки. Дрова со вспышкой в чёрно-белом ещё лучше, чем в цветном. И это с того пруда, где пруда, где был рыбак. Я расположила вот эти все фотографии, приклеила их на бумагу. Что же я потом делала? Я решила их отсканировать на принтере. У меня почему-то не работал режим фотография. Либо он работал. Фотографии получали все сканированными, очень блёклыми. Я такая, так, ладно. Переключила на режим документы. И получила вот такой эффект. Всё очень затемнилось. Я такая... Так это же... Это же популярная обработка в Инстаграме. В стиле, грубо говоря, Саши Сахарной. Когда тени просто в дыру какую-то неимоверную чёрную уходят. И вот всё такое какое-то непонятное. Я такая, обалдеть. Это сокровище. Это сокровище. Ну, я быстро, короче, разместила фотографии. Чтобы было всё в гармонии, ровно вмешано. Ну, собственно, сделала обложку. Задник. Отправила на печать. Получила, распаковала. Дальше вы всё видели. Я безумно горжусь этой работой. Хоть она как будто сделана быстро. Она всё-таки очень продолжительная. И за ней очень скрыто много познаний у себя. Изучение у себя. Изучение, как я хочу обрабатывать. Что я хочу видеть. Я в то время ещё читала книги по психологии. Хотела сказать, по фотографии. Я много осознавала. Потому что, в принципе, я знала, что там написано. Я просто осознала. И такая, так, всё. В голове теперь всё верно. И я хочу тоже сделать видео по этим цитатам некоторым из книг. И обалдеть. Я просто смотрю на это. Я понимаю... Я правда понимаю, как много работаем за этой фотографией, за этой фотокнигой. Я только сейчас осознала. В самом начале, когда я начала фотографировать на даче, у меня были совершенно другие мысли о фотографии, о том, как я хочу обрабатывать. И я пришла до начала создания вот этих фотографий, как человек, который любит чёрно-белый эффект на своей камере с зернистостью. Он знает настройки, но как бы не выходит за пределы этого. А здесь я открыла себя как совершенно нового фотографа. И я безумно заметила свой рост благодаря вот этим фотографиям. Я сделала себе пресеты, которые мне отвечают просто на все мои запросы. И я начала делиться своими фотографиями. Я постоянно загружала. Я в восторге от вообще всего, что я сделала за это лето в плане фотографий. Потому что это лето просто... Вот если его убрать в своей жизни, то всё, можно закрывать уже всю компанию, сдаваться. И всё, до свидания, короче, на завод. И я не хочу сейчас говорить, типа, я вообще такая просто пупедная. Я сейчас себя отрезво оцениваю. И я говорю, что вот эти фотографии, они безумно ценные. И человек, который не знает какую-то мою историю, не слышал сейчас вот эти мои восторженные... Какой-то восторженный рассказ о фотографиях. Он может на это посмотреть и сказать, что... Господи, я тоже так могу. Вообще легко. Что там делать? Разложила свои фотографии и пошла. Нет. Ну, как бы, с одной стороны, да, разложила фотографии и пошла, но... Суть-то не только в этом. Суть в истории, суть в подаче, суть в элементах, которые скрыты за простыми фотографиями. Суть в пересечении этих элементов. И суть вообще в смысле, который я вкладывала в это. И я сейчас правда думаю повысить цену на это создание. Ну, не факт, что вообще никто купит. Хотя Нуар покупали. Спасибо, кто покупал Нуар. Я обожаю эту фото-книгу и... Ульяна, привет. Я правда обожаю эту фото-книгу. Она будет для меня всегда особенной. Потому что она первая и... Потому что в ней реально собраны мои лучшие чёрно-белые фотографии, которые я обожаю до сих пор. Вот честно, я смотрю на эти фотографии. Я обалдеваю до сих пор, что я их сделала. Особенно вот эти. Я... Я... Я не хочу плакать, но... Я в восторге. Короче, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам эта книга. Заходите на мой сайт, покупайте эту книгу, заказывайте, либо... Либо... Либо пишите в... Мне... Короче, либо пишите мне в Инстаграм. Чтобы заказать эту книгу. И вообще я... Всё. Пока.